Все идет, как в вашем фильме, по тому же сценарию. 35 лет прошло, да? А что же у нас тогда изменилось? У нас же вообще-то новый Казахстан. Почему вообще кто-то решает за народ, что ему можно, а что ему нельзя? Что ему рано, а что ему уже в самый раз? Если спросить, почему ты вышел в тот день? У меня единственный ответ, я хотел, чтобы власть услышала народа. Потому что какой-то депутат сидит и говорит, если деньги нет на бензинах, ходите автобусом. Это же абсурд. Народу было слишком много. Тюрем бы не хватило, чтобы всех нас посадить. Обращение президента, то, что стрелять без предупреждения. Мы просто в шоке. Там мама у себя на работе сидит, мы созваниваемся, вот вы это слышали, все в шоке. Ну, после этого уже все и началось, все месиво. Когда ты теряешь близкого человека, то ты теряешь и время, и пространство его. Парня не стало, да? Но ведь, а мать, которая, она же теперь с этим грузом, она на этом свете будет постоянно жить с этим грузом ушедшего сына, да? То есть что вот это? И эта жизнь пройдет именно в этой печали. Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Мы благодарим всех, кто нам помогает с донатами, потому что благодаря донатам мы можем делать нашу программу и оставаться независимыми. Сегодня мы опять в доме, на Борибаева, 36. Дому большое спасибо, что нас привечает. Сегодня мы сидим в таком дворике дома. То есть здесь вот есть еще такие замечательные декорации живые. Вот, и мы под сенью винограда. Разговор о кино. Здравствуйте. У нас сегодня Ася Байгожина, Сия Байгожина, да. У нас сегодня Аружан Дашамхажа. И у нас Алишер Жадегеров. Вот. Разговор о фильмах, которые снимались о Кантаре. Поводом послужило что? Что я пришел на фестиваль Бастау и также... Байконур. Ой, Байконур, извините. Про Бастау это было до того. Спасибо, Ася. А вот пришел на фестиваль Байконур. И нам, так же, как и всем, кто туда пришел, объявили, что по техническим причинам два фильма, которые там должны были быть показаны, показаны не будут. Ася, я вот хотел вас спросить, кто пришел тогда на показ? На показ пришли желающие. Те, кто сами услышали об этом. Я приглашала кого? Культурологов. Я приглашала политологов. Кого я знаю, да? Киноведов в основном. И я приглашала в основном своих друзей-кинематографистов. И, естественно, были студенты. Мои студенты. Но на самом деле пришли не только они, а пришли те, кто... Я, например, не состою в соцсетях. А пришли те, кто сами узнали об этом. Пришли матери, потерявшие детей в январе. Пришли желтохсановцы. Причем, многих этих желтохсановцев... Я снимала сама желтохсановцы. Это были не мои знакомые желтохсановцы. Пришли люди, которые сами пережили этот январь. И, конечно, я верю Ануару Кижибаеву, директору этого фестиваля, что, вероятно, причины были технического характера. Сбои были и раньше. Но то, как это было объяснено людям, это не возымело никакого действия, потому что... Но что следует за таким объяснением? Что мы в следующий раз, мы через три дня, через неделю, мы обязательно покажем вам эти фильмы. Мы вам это сообщим, и показ непременно состоится. Ну, то есть, обычно так поступают организаторы. В данном случае этого не последовало, да? И народ, естественно, решил, что их технично развели в очередной раз. То есть, народ и без того же уязвленный, обижен. И поскольку эта тема все-таки января, она у всех на слуху, и она все равно уходит в тень сейчас. Естественно, хотели. Я думаю, но это все-таки очень плохо, для, мне кажется, для общества и для национального самосознания. Ну, вы сами видели. То есть, ну как? Это все равно будут слухи, домыслы, и все. И эти фильмы, на самом деле, где не увидеть цвет? Их они же не будут на большом экране. То есть, то, что делал Ружан, то, что делал Алишер, это же короткий метр. Где не будет показано? Нигде. Но появятся они потом, через какое-то время, в Ютубе. И все. Дай бог, чтобы у них тогда появился зритель. Ну, а сейчас они не могут появить цветы, поскольку у них еще есть фестивальная какая-то судьба же. То есть, фестиваль – это единственная возможность показать на большом экране свой фильм. То есть, этой возможности они были лишены у нас. У вас такая же, на самом деле, история, только с вашими фильмами, которые вы снимали, которые вы снимали о декабре, о Желтоксане. Но тогда не было еще и Ютуба, и тогда особенно, наверное, не было возможности отправлять фильмы на фестивали. Вот 91-й год. Она получила призы у нас. Это 91-й год. Она была на фестивалях, она была и за рубежом. Это хроника необъявленной демонстрации, да? То есть, фильм о декабре. А в прошлом году я сделала новый фильм. И Алишер был на премьере. И у нас была тоже премьера. Нам не разрешили 16-го, 17-го, в дни декабрьских событий, да? Хотя это были свободные дни. Это к 35-летию уже, да? События. И я сделала мини-серий, 5 серий. И потом я думала, ну, где я их покажу? То есть, я предлагала, конечно, каналам. Каналы, ну, один из бывших глав этого канала сказал, слушай, ну, пройдет еще лет 5, мы первыми выстроимся в очередь. Подожди. Слушай, 35 лет прошло. То есть, 35 лет – это недостаточно. Пусть пройдет 40 лет, тогда мы будем это показывать, да? И я сделала все-таки полнометражную версию. И мы ее показали 20-го, вот, без объявления, без анонсов. А нас просили не делать анонсы. Тем не менее, народ пришел сам по себе. И, что удивительно, 5-го января мне позвонил Алишер, который сам был на площади. В 5 часов утра мне позвонила моя желтоксановка Мадина, которую я снимала в первом фильме. Она стояла всю ночь. И первой, кому она звонила, это была я. А я не могла, должна была 5-го улететь просто. Естественно, я никуда потом не улетела. А Алишер сказал мне эту фразу. Он сказал, все идет, как в вашем фильме, по тому же сценарию. Хроника, которую вы видите на экране, предназначалась сугубо для служебного пользования. Опираясь на нее и свидетельства участников, мы решили восстановить ход той декабрьской демонстрации. Мы хотим узнать и понять, что произошло тогда на площади. Иначе мы рискуем бесконечным повторением той ситуации. Один в один. Это были слова Алишера. Ну, то есть я думаю, 35 лет прошло, да? А что же у нас тогда изменилось? У нас же вообще-то новый Казахстан. И, в принципе, то, что сделали ребята, то, что сделала Аружан, для меня это вообще как бы очень ценно, потому что это сделала девочкой, а не сделали по свежим следам событий. То, что сделала Алишер, он же был сам в это время там. А Аружан, по-моему, запада Казахстана. Ее не было в Алмате. Я считаю, это вообще-то очень большое мужество и отвага. Потому что они тут же откликнулись. Это их дипломные работы. И, в принципе, об этих же вещах нужно говорить почему. Это коллективная рана. Это травма. И вот если об этом... Это кровоточащая на сегодня рана. И вот если это, опять же, да, вот не замечать ее, если как-то ее так затыкать, эту рану, то что происходит с такой раной, да? Что происходит с этой кровью? Это же сепсис и заражение. Вот что бы случилось, если бы люди увидели? Если бы эти матери... Я как раз с Алишером это обсуждала. Я думаю, если бы эти мамы пришли и посмотрели, они бы выплакались. Потому что это фильм о чем? О материнском горе. У Алишера мать потеряла взрослого сына, 18-летнего, да? У Аружан мама потеряла маленькую девочку. То есть они, не сговаривая, сделали фильм о чем? О материнском горе. И вот пришли эти мамы, они бы просто выплакались. Там были молодые ребята, которые участвовали. Их, оказывается, не запускали в этот кинотеатр. Они мне потом написали и спросили, а был ли показ? Нас просто не пустили внутрь. Они даже не знали об этом. Они от кого-то, это сарафанное радио. Они вот рефлексировали, потому что что хорошо в этих фильмах? Это абсолютная точная выверенность. Это эмоциональная составляющая. И ты чувствуешь атмосферу тех дней. А я помню эту леденящую атмосферу. Я думаю, это было бы... В этом же и есть, в общем-то, очищающие силы искусства. Если бы мы посмотрели, а что происходит? А мы стараемся. Ну, не надо этого нам. То есть мы проходим мимо этой темы. Ну, давайте мы пока об этом не будем говорить. Почему? Слишком больно? Ну, вот они же, им было больно, они же сделали это. И вот это какая-то часть их, это художническая часть, оружие художническое, не мог пройти мимо этой темы. Они не могли. Они это сделали. То есть почему народ не может это сделать? Почему власть не может это сделать? Почему вообще кто-то решает за народ, что ему можно, а что ему нельзя? Что ему рано, а что ему уже в самый раз? Ну, здесь я должна сказать, горький у меня ответ на это. Потому что народ позволяет. Народ беспомощен. Народ, на самом деле, по многому, это только вот сейчас, вот поколение оружан и алишеры, вот только-только это поколение неперебитых позвонков. Потому что все остальное, это был страх. Это было поколение страхов, потому что у нас постоянно проблемы, болевые травмы, они не проработаны. Потому что все, что было, как только поколение вставало на ноги, что случалось? У нас случался голод, ашаршот в 30-х годах. Потом случалось, что у нас шла коллективизация. После коллективизации шла целина, которая перепахала. И мы знаем, что это такое было. Потом был 86-й год. Мы знаем, что Жанновый день был. И все время это были что? Это постоянно были репрессии. И все матери всем говорили, правильно у них все матери говорили. Не выходи, не выходи. Будь осторожен. Лучше посидеть, лучше отмолчаться, лучше отсидеться. И мы до сих пор, народ же отсиживается, отмалчивается. И вообще-то это гражданский подвиг, то, что они сделали это. Они не отмолчались, они сделали это своей дипломной работой. Мне кажется, это дорогого стоит. Это первое поколение за 30 лет, которые не перебили. У которых не сломаны позвонки. Ружан, вот вы закончили Туран, да? Да, да. То есть факультет кино. Да. Вот у вас вот этот фильм, который вы сняли как дипломную работу, это второй ваш фильм? Да, второй короткометражный фильм. Я его посмотрел, вот я сегодня ночью посмотрел оба фильма, да? То есть и фильм на самом деле смотреть тяжело на физиологическом уровне. то есть, потому что ну, когда женщина вот ищет своего ребенка, ей кажется, что ребенок живой, на самом деле он уже не живой, это маленький ребенок, то есть ты очень сильно, конечно, вот упадаешь в какую-то бездну, а вот переживаний. Вот у вас мотив и желание сделать вот такой сюжет и такой фильм и так это отрефлексировать? Вот откуда возникли? Изначально, получается, на диплом я в прошлом году еще сценарий написала, думала комедию снимать. Вот. В итоге январь, потом война, Украина, Россия. Там вообще не до комедии было. Вот. И первое, когда вот это все происходило, январские события, и они когда закончились, это первое, о чем я рефлексировала, это о матерях, конечно же, о боли, об этих детях, которые умерли. Поэтому эта история сразу ко мне пришла, то, что вот мама потеряла ребенка, ну, прообраз там Айкуркем, Мальдихан. Вот. Поэтому это был такой какой-то эмоциональный всплеск, наверное, потому что я буквально за 3-4 дня это написала. За неделю мы собрали команду, за два дня мы это сняли. Вот. И так же я быстро смонтировала. В общем, это было именно на эмоциях. Ну, обычно фильмы намного дольше, и сценарий пишется, и как бы готовятся к этому. Вот. У меня было так, что нужно вот сейчас, пока как бы и запал есть, пока никто не отговорил, потому что такие моменты тоже бывают, вот зачем тебе это снимать, тем более на диплом. Ну, были, да, люди, которые не надо это снимать, вот. Но мне хотелось как-то быстрее, чтобы я и сама как-то не тормознула, да, не пошла в отходную. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Протесты в Казахстане, начавшиеся 2 января 2022 года после внезапного для жителей страны повышения цен на газ, быстро переросли вооруженные столкновения из-за подавления народа правительства. Спустя 8 месяцев все еще наглушены сведения о ходе расследования. Известно лишь о том, что за те дни погибло более 200 человек, среди которых были и дети. Кто не сдастся, будет убежден. Эти события в народе были названы кровавый январь Ханда-Кандар. Я не знаю, что это, говорится. Несен дарится, 40-50 лет. Это ее в городе. Я не знаю. Ты не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я не знаю. Я знаю. Вы не видите девочку красную пульту? А у вас это приняли как дипломную работу? То есть вы защитились вот этим фильмом? Да, хорошую оттенку поставили. Настолько приняли, да. Понятно. А когда вы это снимали? В каком месяце это было? Это был апрель, шестое, седьмое вроде бы. А вообще вот все производство, сколько времени заняло от момента, скажем, сценария до готового фильма? Месяц, наверное, или полтора со всеми. Вот монтаж, звук, цветокоррекция со всем этим. Где-то месяц-полтора. Вы уже отправляли этот фильм на какие-то фестивали? Нет, к сожалению, все время не нахожу. Нужно субтитры доделать, вот титры переделать слегка. Вот, и потом начну отправлять. То есть ваш фильм, он идет на русском языке. Там небольшой, по-моему, только эпизод в полиции, да, где они говорят по-казахски. А субтитров на сегодняшний день там нет. Да, еще нет. Ни английских, ни казахских никаких, нет, да? Это плохо. То есть вы это планируете сделать, да? Да, в ближайшее время, да, планирую. А знаете, я о чем хотел спросить? Вот девушка, которая играла, мать, которая потеряла своего маленького ребенка. Вам сложно было с ней работать? И насколько ей сложно было, вот скажем так, в это погружаться, в эти эмоции, переживания? И как вообще она отнеслась к роли? Вот, роль исполнила Мадина Аклбекова, она профессиональная актриса театра и кино. Вот, когда я ей предложила, она согласилась сразу, ей и посыл понравился, и сценарий в целом. Ей было тяжело, да, потому что у нее дочка, ей тоже 4 года. Именно в этом плане она на себя все это прям принимала, поэтому ей было тяжело. И в этой предпоследней сцене, где она плачет, вот, это прям было все по-настоящему. Я ее не трогала, ждала, пока она успокоится, и потом уже стоп-мотор был. Вот, и это было с одного дубля снято, то есть она все эти дни была именно в об... Ну, как понять? Погружена, да? Погружена, да, во все это. Вот, поэтому, да, и общий план, вот, с одного дубля, потом крупный. Мы сразу камеру быстро переставили и продолжали, вот, то есть это вот так было. Поэтому ей было морально, да, тяжело. Вы когда думаете показывать фильм в Казахстане? Я не знаю, честно. Вообще, изначально я думала на YouTube загрузить, потом мне Ася Махтайовна сказала, какой YouTube, сначала все-таки в фестивале. Вот, поэтому сейчас курс такой, что, да, на фестиваль я буду отправлять. Вот, и потом, когда закончится фестивальная жизнь, наверное, можно какой-нибудь показ устроить. Но вообще, знакомые мне предлагали в доме 36 как раз-таки провести. Буквально вот на днях. Где мы сейчас находимся? Да, так совпало. Вот, но это были не кто-то из владельцев дома, а просто вот ребята, которые часто сюда приходят на выставки, еще что-то. Вот, ну, насчет этого, наверное, нам нужно будет потом поговорить с Алишером, будем ли еще показ устраивать, не будем. Вот, если получится, то я как бы за Казахстане показать до фестиваля. Цитата из обращения президента Тукаева звучит, причем она звучит в совершенно разные, да, абсолютно разные фильмы, но она звучит и у вас, Аружан, и у вас, Алишер, да. Вот, почему вы вот именно эту цитату и вот это его, скажем, обращение с тем, что стрелять без предупреждения, почему вы вот ее, она же такая вот совсем прямая, какой был мотив поставить эту цитату? Это вот все, как я говорила, у меня больше именно эмоциональный фильм, чем какой-то вот я проанализировала какой-то этот, сделала стратегию, да, на самом деле нет. Это вот, я сидела в Атерал, интернета, связи, ничего нет, мы сидим с братишкой целый день, смотрим телевизор, чтобы понять, что происходит, вот, и обращение президента, то, что стрелять без предупреждения, мы просто в шоке, там мама у себя на работе сидит, мы созваниваемся, вот, вы это слышали, все в шоке. Ну, после этого же все и началось, все месиво, после того, как дали такое поручение. Вот, поэтому именно эту фразу я вставила. До этого это же были какие-то вот протесты мирные, то есть, что в Атерау, там, что в Жан-Аузене, ну, вообще Запад, это же все вот 2 января началось в Жан-Аузене, и это в целом весь народ воодушевило, да, как-то, да, там, все высказываются, требуют, то есть, сделать то, что нужно для народа. Но в итоге потом это, такая трагедия обернулась, поэтому, я думаю, это тот самый спусковой крючок, да, был. Вот, поэтому, соответственно, вот эта фраза была в фильме. Алишер, я хотел спросить, вы были на, в январе на площадь? Да, да. Біз, кадыр и списам, 4-ті гуны кешке басты. Да. 4-ті гуны, мен күндізгі сағат 12-де, 1-минал, орталық жақта, площады. Ау, аренады ма? Да, орталық. Арбат. Бірінші, арбат жаққа диналу сияқты нелер болды, гой. Басында, сол, жалпы диналу, арбат жақта болады, деген сияқты, каварлар болды. И сол гуны қызық, негек кені, бір күш тартқан дай болды сол жаққа. И келдім, ешкен болған жоқ. Да, 4-го, 4-го он, Алишер, пошел, и были слухи, что на Арбат собирается. И он пошел на Арбат 4-го. Это была какая-то неизъяснимая сила, которая тянула, вот он пошел туда. Да, и бардым, и уғатырдым ешкім жоқ. Бұл не бол? Да, и он был, ибо, ибір жерден, мүмкін, что на Арбат, ибіла Суптен, не болды. И ешкім болған жоқ. И ешкім болған жоқ. Я не знаю, что они не хотят, но казахстан не пытался. Да, они не хотят. То есть Алишер сидел на площади, никого практически не было. Там были ДВК-цовцы, видимо, которые кричали «Алга Казахстан», а их тоже забирали в газели и уходили. То есть их забирали, они кричали «Алга Казахстан», но обычно больше никого не было. Но калышеру подошли к гражданскому, какие-то люди, и спросили, что ты здесь делал? Он говорит, я решил посмотреть. Они сказали, а казахи трусы, они никуда не пойдут, никогда. И пошли, но он говорит, я сидел. И кобзамаймен Жахмандах кинотеатр кирк кеттым, кино гөріп. Сағат түстен кейін, төрт-бес алтылардың уақытында инстаграмды қарып кімгайда жүрекен. Сосын елдер Алатау кинотеатры жағында бов жатыр деп жаңағы бірдостарымаға барластым. Сонымен, мен газелден жеткенше, қалыптың бәрі біршама диналық қалған екен. Алдынан амандықтар қоршаған. Сосын, қалып екке бөлінген біршамасы арғы жағымдатыр. Біршамасы берік жағымдатыр. Какым-то ол образом мен жолдан елдер өтпіпетіздің екі жақтан көлік кеққаған кездеп, біз жүгір өтпіп еттігіп тіңін. И анамандықтар, милициялар көліктер министерді қалып қалып көштіп екі алаталығың месіне. Солдерге келсе, каллык уже анрандат першетте джинал треки. Ты был один или твои друзья тоже там были? Он списался как раз друзьями, ты в Инстаграме. Ага, ага, ага. Ол кезды телефоннан, не етпесе, жақын достарымнан көп сі болған жоқ. Мен жалғыз сол жерге бардым дағына. И бірнесе әлгі Инстаграмдағы ақын активистиктар деген сияқты солармен қаварласып бардым. Олар ол кезді бір шамасын алып кет қалып жатты. Бір шамасы жаңағы тұғылып нетіп жүрді. Тебе болар күндіз азатқа сұқпат бердіғай. Там близких таких друзей не было, были знакомы по Инстаграму. Но Игора тут же многих забирали там же. Некоторые просто прятались там. А потому что тем боле один из был поэт, который накануне как раз давал азатыку интервью. И вот он был с ними. Это были не самые близкие друзья, просто знакомы по Инстаграму. Многих забирали, постоянно забирали, но... Это какой день? Четвертый. Четвертый? Да. А что было потом? Четвертый. Четвертый. Ещё басты, собственно, это глубоко. Когда дружко четырьмей мы тоже не было. Четвертый. Четвертый. Кому здесь? Мы здесь. Четвертый. Четвертый. Когда мне приходилось при этом, мои друзья. Они были разговаривали. Я была в нерсене сезала и моего родов. Сегодня я был дед, который был этот день. Из других стран. Потому что я в этом городе, я очень радовался мне очень хорошо. Я не знаю кто, но решили идти к площади, начали туда, и он в этот поток влился. И поток увеличился, и в этот момент я тоже вместе с ними шел, и я вдруг почувствовала, что я написала своим друзьям, уже близким, что мы на каком-то историческом моменте, это какой-то исторический день сегодня. Я вот это чувствовала, и рядом со мной шел мужчина, у него на плече сидела дочка его маленькая, и она спрашивала, поскольку народу-то было много, она сказала, что сегодня за день, что за праздник. Он сказал, что сегодня исторический день, сегодня совершается самый исторический момент, и говорит, сегодня меняется история. И говорит, я тоже это так понял. И ко мне тоже присоединились, потом уже стали друзья в этом потоке, те, которые он писал. А может быть, кто-то снимал, или может быть, ты снимал телефон, или были какие-то камеры, то есть вот возможность была, или про это не думали в этот момент? Я вам скажу сейчас, его вот я встретила летом нашего одного выпускника, Алишера все знают, ну, как бы в Академии, а он давно закончил. И он мне говорит, Ася Махтаевна, там же у вас есть Алишер Житегеров, вы помните, вы все время этого студента хвалили нам? Я говорю, да, а что он? Говорит, а что с ним такое? Я говорю, а что с ним такое? Он учится? Он говорит, он работает на телевидении, он говорит, во всех первых кадрах, он говорит, там же всех забирает. Он там всюду, говорит, на всех видео, на всех этих самых, а там ваш этот Алишер ходит. Я тут же позвонила, а у нас действительно студенты же многих вызывали, я, значит, Алишеру позвонила. Я говорю, Алишер, вы знаете, что вы зафиксированы там на видео, да, что вас как бы вот все видели? И он говорит, да. Говорит, мне даже, как он сказал, мне так смешно, он сказал, меня даже Аблязов напечатал. Он сказал, даже инвалид вышел протестовать. Говорит, мне родные все звонили, и я говорю, ну вас же могут вызвать, да? И Алишер мне сказал, говорит, и он говорит, его посадить. Он говорит, народу было слишком много, тюрем бы не хватило, чтобы всех нас посадить. Январь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я вдруг понял, что страх куда-то у меня совершенно исчез. И вот та любовь, которая была, которая угасала, она вдруг вся воспламенилась. В сердце моем как-то опять она зажглась. а вот потом были какие-то контакты с правоохранительными органами то есть куда-то вызывали на беседы приглашали как что-то было или нет ничего не может там но один инвалидом ходит ладно пускай другие хватает а когда возникла идея фильма то есть и как она возникла все дети надо сказать что алишер до того уже снял он абсолютно такой продуктивный режиссер но я знаю что он как раз бастау участвовал да нет он и на бастау и на байконуре до этого но он уже снял дипломный фильм до этого это же дипломный фильм а он уже снял он такой уже другая тема была и я видел этот дипломный фильм а это он решил вот заново снимать другое мен кишкене уязвиме біліміздену керек сияқты мотивация дейміз кой жанна дальше юнор сүрегі шын сеттым дағы бүкіл социальные сеттерді өшіріп и шти сонда да менде өзгелер сияқты жанна қазақстанға сенгім келіп и ауылға барып жанна балалардың тағдары туралы ну то есть до этого я вот верил как бы новый казахстан мне хотелось и я как бы решил что мне нужно заниматься знаниями своими я вот приехал в аул снял эту дипломную картину и как бы но но меня это самого не устраивало и не удовлетворяло почему потому что все равно вот огонь этого января да да кантара он все равно внутри вот его был и не давал ему покоя и бұл нәртемен негізге нелердің бірі қатты бір мүмкін ызаландырған бұл түркеніштегі көпшілік қалықтың материалды деп түрліп есгəп еснинтергі жау қалайтылғым да мұнып қалайтылғым да түрдіп фене жау үймен ұмардеру И в основном я делал директ-фильм, который был очень, очень. Начали мне хотел сделать документальный фильм, как? В доме, в доме, в доме, у нас есть революция. И мы с вами делали ее. В нашем доме, говорится, у нашей коровы, теленок, месяц-два жил и умерал постоянно. Но наша корова была такая историка, ежегодно корова приносила теленку. Да, и в русле, Люкендер, сытын дальше сауу ишин теленоктын жанакы, бузаудын тересын сыпыровалатында, саванга каптап, сырга искету ишин берппоятын. И от запаха он давал этот. Да, то есть что они, и что делали, чтобы она, чтобы корова продолжала давать после потери у теленка молоко, они брали эту шкуру этого, оборачивали, давали нюхать этой корове, и она, естественно, принималась, как будто этот теленок продолжала давать молоко, то есть практически чучело, да? Да, эту обману, эту боль только чувствует эта корова. Вот, вот, суда мы, Эльгинар Сен-Джа Сағым гэлдэ, найти майт, который баласно наэрлган, и соглашение с алу арклы, олген баласының соңғы эсін бастанавитету, яғни ол жуынған сабындар, олген супермаркет, ол сепкен жаңағы эс-сулар, который фартурмер магазиндер, который ел жылап жатқан, и сол арклы, соңғы мүн, олген финалдағы манекенды құшақтау арклы. Он директоры за Сағым гэлдэ. Он хотел сделать такую документальную картину, опираясь на эту историю с коровы, чтобы найти, как мать находит запах сына, то есть что взять, его вещи, которые там были, его мыло, которые разграблены были, то есть взять эти вещи, и вот как она нюхает это все, и вот как она все-таки сына своего лишилась в итоге, вот как она вот эти вещи все собирает, и запах от этого самого сына-то нет, он хотел документальный такой фильм. Бұл идея келген кезде март болатын. Это было в марте. Да, ол кезде Алматы біршама калпына келіп калып тек, кана ортада резиденция болмаса, калған жерден бәрі калпына келіп калған болатын. К этому времени уже практически кроме резиденции уже Алмату привели в порядок, т.е. документально уже нельзя было зафиксировано. И осы арклы мен айткенгелді, материальные ущербтар олар маңыз демес, яғни оны вот восстановили же, а вот восстановили те. Ну это же какой, да, вот это же очень быстро, но какой материальный ущерб, и вот это все же восстановимые вещи-то на самом деле. Да, вот. Содан туга ной бол, бірак, ол өте ауэр болатын түсіндім, психологически, морально, он не только ана үшін, өзім үшін де ауырта. Ну я понял, что найти такую мать, да, как бы и для меня было бы тяжело, и для этой матери все это восстановить было бы документально очень тяжело. Для всех это было бы тяжело. И содан жаңа, жаңа, жеттегі ұстық кеткалмас үшін біз өте жылдам, достларымызда жинап, организовать етіп. Аружанда ек күнде түсінді бізді сол субот-воскресейнэ гуне сған ғалтамызды бір 300 маң тиын боладын, соңы мэн екі күнде жасапшықты. Ну, и чтобы и пока эта идея была, и пока все внутри это горело, то у меня, говорит, Было в кармане 30 тысяч тенге с друзьями. Говорят, мы тоже, как и оружие, за два дня это все сняли. Алло. Алло, Абзал. Айты бжатсын, да? Джо, мам. Хэлло, сын дамын? Не шты ем суштым онда? Кайт сай? Кайт алмай, мама. Неге кайт алмайсы? Казақтын рух оянды. Елмен бірге болуым керек. Оттай берме, тез кайтеге, қайдағыру қанғырған оқ деп өлесің. Кайт дейміз ағам. Мәл, мам. Өлсем, өлейм. Бірақ ренжемеңіз. Кайт алмай. Атыңын әлеттің баласы өле қал онда. Элсем, өте өлене үте қалғанын? да то есть но и вот сама атмосфера фильма то как он снят он очень такой очень лаконичный очень минимальный по цвету да то есть вот такой совсем вот и такой очень скромно снят то есть мне кажется по вот выразительным средством вот а ощущение было какой-то связи с вот с чем-то иным с контактом с другое реальностью когда это делали басхан мифпен дегенды очень дайве мен бойлим бұл нәрсиәлігі қайғы қайғына танит деген нәрсе менің өзімнің қарындасымында біз жаскезде қайтыс болды ғой да это связано с глубокой личной драмой печалю он потерял свое время свою маленькую сестренку еще и тот момент от кеңістік жоғал көтетті қақыт кеңістік жоғал көтетті сіз жақыныңызан айрылған кетті когда ты теряешь близкого человека то ты теряешь и время и пространство его и и и и түсінде баласын көргені ол мен сол сәтті өзімнің қарындасымның яғни сұрақ неге деген сұрақ жалпы түсінде баласын та сұрақ деген сұрйым менkon түслех өз өзіне баласынан айрылған айрылған өз өзімнің сұлыдарған жpretі өзіне көлегеңін кү devastating Это печаль, которая неизбывная. Если вы видели постер... Там же сын держит маму. И посыл это не Иисус жертвы, а Мать Иисуса. Потому что он дальше жил после смерти Иисуса. Это я хотел сказать. Но мы не знаем, что каждый день не имеет. Но если человек не имеет значения, то он не имеет значения, а не имеет значения, он не имеет значения, а не имеет значения. Да, мы не знаем, что там за этой жизнью. Его не стало, парня не стало. А Мать, которая теперь с этим грузом, она на этом свете будет постоянно жить с этим грузом ушедшего сына. И жизнь пройдет именно в этой печали. Всю жизнь. Она будет нести этот груз. То есть то, что было у оружан тоже, да? Этот груз и этот груз. Да, я хотел сказать. Бремя. Я хотел сказать о Казахстане. Скажем, что, если бьются, бьются. Аталаты, бьются. Если бьются, бьются. Аккорды, если бьются, то что они не должны оставаться с тем. Таким образом, они должны пойти в том время. Старшие уходят сначала, первыми, а потом только дети. И у нас всегда говорят, когда просят у Аллаха, что просят, что не забирай детей в первую очередь. То есть если хочешь, то должны уходить те, ну как по порядку. А тут получается, это же порядок нарушен. И вдруг мой сын закричал, мама, мама, меня клеветали. Это клевета. Иди, скажи, напиши, куда положено. Смотрю, наручники на него уже надевают и уводят. Я всех кругом растолкала, побежала следом. А милиционеров там почти два десятка. Разве пропустят? Оттолкнули меня. Я закричала тогда, лучше меня убейте. Мой сын ничего еще не видел на этом свете. Если вы решили убивать человека, убейте меня. 20 годами заключения. По официальной версии, Раскулбеков покончил с собой в тюрьме. По требованию народного схода, дело Раскулбекова возвращено на доследование. Главный свидетель обвинения от своих показаний отказался. Из письма Раскулбекова. Я пошел на площадь вовсе не за тем, чтобы защитить честь Кунаева. Я был там, во-первых, чтобы увидеть собственными глазами происходящее. Во-вторых, я услышал, что там избивают до смерти девушек-казашек. А я не раб и не могу допустить такого надругательства. Даже звери не нападают на женщин. Я обязан был защитить их. Я не жалею, а горшусь этим. Но Аллах свидетель, я никого не убивал. Насколько было тяжело эмоционально погружаться в это и делать? Потому что даже смотреть, воспринимать, даже беседовать об этом тяжело. Насколько было вам, когда вы это делали, Алишер, Аружан, Как вы это, как вам это далось? Ну, во время съемки, ну, там же много там задачи, там, спорт, смена кадров. В таких моментах этот эмоциональный Эмоциональный слой же, конечно, уходит, да? Да, уходит, да. Потому что нужно уходит. Но до этого, когда этапы написания сценария, то есть, когда уже смотришь материал, то есть, не то, что смотришь, а до этого, ну, каждый раз везде там януарские и матери, которые там, отцы, которые плачут в могилах своих сынов. Оставьте покой, мне не хочется этот правды. Пусть лежит в своих могилах, просто так. Пожалуйста, оставьте нас. Ну, он имеет в виду, когда вот, ну, 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 с гумацией было. Да, с гумацией, да. И когда смотришь, я действительно с ними плакал. Вот плакал, один отец сидит в Кызлардинской, Караватургандаму? Да, в Кызлардинской области, да, на инвалидной коляске. Я звонил ему, То есть он говорил сыну, вернись, вернись, да? Да, вернись, вот беспомощный отец сидит, как народ Казахстана, да, там, но женщины же эмоционально там плачут, и как-то, но отцы же всегда внутри держат. Вот сидит так, на инвалидном коляске, сидит, все, он уже живой труп, да, вот отец, какой-то беременный. Сын был хорошим человеком, и такие моменты, да, я действительно плакал, но я эмоционально такой, ну, не знаю, плакал. Чувствительная у него душа. Да, чувствительность есть такой. От этой эмоции я там быстро на один день писал сценарий, и уже мы с друзьями обсуждали день, и уже третьих днях мы уже снимали. И когда я перед, день назад до съемки, я отправлял из интервью, там, этот видеоматериал, всем командой, смотрите несколько раз перед начинанием съемки, и хочу эту ауру держать. И там, поэтому актриса, как будто эта сама хорошая играет, там просто, он живет этим. Вот поэтому, а во время съемки там, ну, организовать надо, надо быстро, это за два дня, потому что там у всех... Ну, там чисто технические и организационные задачи выходят на первый план, конечно. И эмоции там как-то... Бландинг, сезон был мать. Да, то есть это прежнее чувство уходит, просто ты занят именно самим процессом, что это важнее всего в этот момент. Оружен, а у вас как? Я соглашусь, да, с Алишером, то, что именно на площадке уже все откидывается. Площадка, вот работа, этому объяснить, тому объяснить. У нас было очень много массовки, вот. Ну, в конце я их вырезала большинство, поэтому по фильму непонятно. Вот, но человек 40-50, то есть это все контролировать, поэтому там не до эмоций, да. Просто голове держишь, что я снимаю, для чего я снимаю, и просто вот всеми как бы управляешь, распределяешь какие-то дела, вот. Наверное, на монтаже было уже тяжело, и страшнее всего мне было, когда вот сказали, что будет показ в Казахстане, ну, точнее вот при Байконуре, мне было именно страшно то, что меня же в Алма-Ате не было, на площади меня не было, и будто бы это будет неправдоподобно, то, что я сняла, ну, будто бы я это полностью не прожила, там, не имею права, да, вот это все снимать. Вот, и когда мне сказали, что, а вдруг вот кто-то придет, вообще было, ну, минимальный шанс был, потому что никакой пиар-компании, ничего же не было. Ну, достаточно, чтобы люди узнали, что какой-то показ будет, но только отмена ажиотаж больше вызвала, чем сам показ, вот факт этого показа. Вот, но я думала, вдруг такой вот шанс будет, что вот увидят эти люди, и они скажут бред какой-то, вообще вот недостоверно, да, то есть, вот, именно из-за этого, наверное, было немного страшно, что вдруг я действительно сняла бред, вот. А так на площадке нет, такого не было, чтоб тяжело, или только вот во время съемок той сцены, вот, где мама плачет, вот, а так все. К слову, Арзона про показ Байконур, мой фильм «Контар» был в конкурсе кинофестиваля Байконур, и 9-го числа некоторые люди успели посмотреть, жюри были посмотреть. 9-го был показ, да? Да, 9-го. Только его фильм? Да, 9-го числа, да. И тот день... Он получил приз там. Да, я, конечно, не пошел, потому что я хотел это держаться 11-го, потому что там один раз говорил, и второй раз повторил, это как-то и... Но, когда люди вышли, мои друзья, знакомые и незнакомые, все сказали, что после этого финала, да, вот, манекеном, была мертвая тишина. Субтитры сделал DimaTorzok Я думал это от того, что мы же это пережили, то есть я думал это от того, что у них там где-то есть и здесь есть там в сердце. Это не сила моего фильма, а события. Это созвучность на самом деле, конечно, потому что каждый вспомнил, там же атмосфера точно передана. И это все чувства как-то сразу сколыхнулись бы у каждого. Ну а вот буквально вчера из Польши и Варшавы написали, что мой фильм о войне, в буквальном смысле «Мир против войны». Говорил «Золотой коперник» за лучший фильм против войны. То есть в тот момент я думал… Поздравляю. Да, спасибо. В тот момент я думал, но чем-то я снял хороший фильм, то есть как художник, как автор. То есть не только гражданская позиция… Не только гражданская позиция, а именно как художественная, как образная. Это первый приз, который получил вот этот фильм? Ну, Байконуре дали за лучший режиссер. То есть первый приз был все-таки Байконуре, да? Да, Байконуре. И… Ну это второе. То, что в Байконуре были международные жюри, там… Из СНГ, да, у нас же проблемы почти одинаковые. Поэтому как-то думал, у них тоже какие-то были свои ассоциации. Как-то не принимал художественные ценности этого фильма. Все-таки это было сомнение какое-то. Ну, когда хвалили, тут Ася Вайгоджина, когда первый раз смотрел, и там кинокритики… Ну, отправила ссылку, да? Все такие… Как-то думал, там, у них все свои как-то ассоциации. Ну, художественные ценности. Понимаете, образ же, да, возникает? Образ… Что такое образ матери, да? И образ – это же Родина еще. Родина, которая потеряла. А что она теряет Родина? Она теряет свое будущее. Что у Оружан, да? Что она… Она ищет то, уже чего нету, да? Она теряет то ее будущее. Что у него? Он обнимает… Манекен. И там пустота, и тут пустота, да? Понимаете, вот что ужасно. У казахов… У нас есть поговорка, да? Вот Алишер мне напомнит, да? И… 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 То есть… Ель же в казахском, это и страна, и народ, страна, которая не думает о будущем своих сыновей, о судьбе сыновей, получит то, что сыновья завтра не будет думать о ее… о ее будущем. Вот оно что, да? Вот эта старая поговорка, да? Вот она. И… Помните там сцену, где маленький мальчик сидит в этажке с двухручным пистолетом, да? Да. Он не стреляет мать, а стреляет… Полицейского. Полицейского. Вот с этим, что я хотел, да, вот сказать. Вот… То, что… Вот мир, как вот этот шарик, да, вот большой шарик, если где-то сжимать, он где-то там… Артувес. Да, вот. Вот. Но вот этот январские события – это результат вот Чельтоксана, да? И… Потому что же их тоже там… Басптостадовой. Угу. То есть там тоже все прессовали и сжимали, да? Да. Ну, 30 лет почти там не дали… Вот… Не знаю… Члауга, ягни… Не дали даже оплакать. Оплакать. Вот. Да. Да. И это результат этого… То, что случилось в январе – это результат того, что… Ну, кости не оплати… Да, вот… Понимаете, кости не оплати… Да, вот эта проба получается. Вот, если спросить, то, почему ты вышел тот день? У меня единственный ответ, я хотел, чтобы власть услышала народа. Потому что какой-то депутат сидит-то и говорит, если деньги нет на бензинах, то ходить автобусом – это же абсурд. И я действительно разрушился этот момент. Потому что он не имеет права так говорить. А даже этот… Назарбаев тоже… Когда говорит… Вы это… Посоветовали с нами, когда вы рожали, да? Он так говорит… Он не имеет… Потому что они услышали народа просто. И как-то… Как-то… Кишкен-демот садабир… Уютыр ки-жасасада, да? Он даже… Ну, хотя бы… Хотя бы могли же обмануть, да? Хотя бы сделать вид. Да. Они даже вид не сделали, чтобы услышать. Что слышит. То, что сейчас делают… Вот… Кангтарда… Жанак… 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 А сейчас они хотят замотать, да? Чтобы замолчать, как бы, да? И это… К чему приведет? Опять… Мой анализ… То есть, мой анализ… Это приводит к настоящему терроризму. Терроризму. Почему? Как вы думаете, те отцы, которые умерли в январе… Их же остались дети? Они же спрашивают, где мой отец? Спустя некоторое время… И они… Кто будет… Кого будет винить? Власти. А власть кто? Полицейский? А те полицейские, которые сейчас находятся… Они уходят. Другое приходит. Может, мои сыновья или мои братья могут стать полицейским, да? В тот момент… Эти дети… Дети жертв… Да. Дети жертв… Как вы думаете, кому будет направить свои пули? Полицейскому. Потому что у них не будет другая правда. Они не будут услышать других правду, потому что они видели это. Потому что история уже написана. И если этот момент не дает оплакаться, то это будет повторяться. И любые вещи приходят на другом облике. Вот… В кинотеории есть такой… Почему в Америке развит этот… Триллер. Жанр триллер. Есть такое… Кинотеоретики… Это от того, что они… Миллионами же убили этих… Индейцев… Индейцев… И это… Совесть перед них. Это… Приходит в другом облике. Это тревога. Вот это Фреджи говорит. Единственные… Настоящие… Есть эмоции. То есть… Это тревога. Все остальные… Остальные иллюзии. То есть… Настоящие эмоции – это тревога. То есть… Все это… Тревога будет в другом облике приходить. Какое-то определенное время. Вот… Екі жыз… Канчадам. Екі жыз… Остальные… Сколько? 286 было жанрцы… А другие в тюрьмах лежит. А… Сколько их в тюрьмах, да? При этом… Сколько там… Сколько там… Те, которые до сих пор, как бы, ищут справедливости. И они не могут добиться ее. И… Я представляю, что если… Вдруг… Из моих братьев… Были жертвами… Я не представляю, что я сделал. Я не представляю. Вот… Моя психика может быть сделать этот… Ах, терроризм, да? Вот… Если… Вот… Вы… Сыз… 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 Бомба… Ну… Когда Америка ушли… Талибы играли на этот… Парках, маленьких… Да… Аттракционных. Это… Талибы… Которые где-то… СССР украли их детство. То есть… Втор… Вторжение был. И… Их украли… Детство их. И… Балалы… Сыз… Адам… Ол… Фрейд говорит… У нас есть жизнь только в детстве. Остальные… Без лечим детские травмы. То есть… Эймен… Хараптурганты… Мен… Талибтерден… Сол… Балалы… Ну… Когда я смотрел на Талибы, я видел, что это дяди бывших детей. Да у них было украденное детство. И Фрейд говорил, мы всю жизнь изживаем свои детские травмы. То, что делают Талибы, они вот изживают свои детские травмы таким образом. Террористы. Может, став террористами. Ну… Я… Сейчас что… Вижу… Я вижу, что… Время все-таки сжалось. Мне кажется, мы это все чувствуем, да. Если вот осеял вас по большому счету для того, чтобы… 35 лет не хватило, да, для того, чтобы стали показывать то, что вы делали, да. То сейчас все-таки время гораздо более спрессовано. Оно быстрее движется, да? Да, быстрее. Но времени уже нет. Вот. Вот. Поэтому, если сейчас не увидят ваши фильмы, если сейчас не услышат вас, если не услышат голос вот вашего поколения, то действительно это может быть… Это кранты. Очень-очень плохо. Это кранты в стране. Да, да. Поэтому вот единственная надежда, что все-таки вас увидят и вас услышат. Да. Лучше это увидеть в искусстве кино, да? Да. Лучше это увидеть, чем это увидеть на площадях. Да. А вот отрефлексировать это все-таки через экран. Да. Потому что нужно артикулировать эти вещи, отрефлексировать, и эту боль нужно проявить. И только таким образом это можно сделать, да, потому что мы должны со своим прошлым как бы расстаться именно так. Глядя на него, сопереживая, да, и просто видя его, ну то есть где-то выплакать его, где-то отсмеяться, где-то ну просто мы должны это проработать. А мы же не проработали ни свое прошлое. То есть мы живем какими-то мифами, иллюзиями, да, какими-то, а на самом деле это же неправильно. То есть мы стараемся реконструировать какие-то старые мифические вещи. И при этом стираем реальную историческую память. Причем совсем недавнюю, которая была вот вчера буквально, которая еще год не закончился, и мы уже пытаемся что-то стереть. Дай Бог, что все-таки все придет на, как в детстве говорили, хлюзда на правду выйдет. Единственная надежда, что сейчас пришло то время, когда хлюзда на правду выйдет. В чем правда? В чем сила, брат? В правде? В правде? В правде. Ну ее же нужно показать, да, вот я думаю, что хорошо бы у нас состоялся бы еще-таки показ. Ну, если вы захотите его сделать, этот показ, то никто уже вам помешать не сможет, и вы его сделаете. Где? Да, хоть здесь. Давайте. Сколько мест в Алма-Ате и в Казахстане, которые все равно, вот я думаю, что сейчас это уже вопрос воли, вот и воли в том числе художников. Давайте посмотрим, Вадим, потому что я ко многим обращалась до этого показа. Я поэтому так была благодарна дирекции Байконура, что они решили. Они решились, да. Да, потому что я до этого обращалась к ряду разных деятелей и говорила, давайте устроим показ. Есть такие-то, потому что там еще и третий фильм был, да? Я говорю, давайте устроим показ этих короткометражек, потому что я сразу вооружал сказала, надо устроить показ. Алиша рассказала. Я обращалась к ряду своих знакомых, достаточно весомых, да, людей. Они говорили, о чем картина? Они говорят, ну, давайте не будем пока что. Да что значит пока что? Ну, вот мне кажется, в том числе и наш разговор для того, чтобы все-таки этот показ состоялся.